всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 4 февраля и сегодня увидев очередной комментарий на очередной вопрос про те мои 500 томатов которые я выращиваю на одной сотке я все-таки выбрала время чтобы объяснить у меня об этом спрашивали и в позапрошлом году и в прошлом году летом когда начинаю показывать свое томатное поле где 500 томатов на одной сотке и у меня обязательно в комментариях вопросы ну как на таком маленьком как на такой маленькой территории как вместить эти 500 томатов я вот снимала видео 500 томатов на одной сотке не тесно ли им сейчас я все подробно расскажу и я расскажу самое главное за счет чего мы можем делать вот такие уплотненные посадки без ущерба для урожая потому что выглядят конечно устрашающе как это 500 томатов на одной сотке но это же очень густо или это же очень много но я вот специально еще старую старую тетрадь подняла чтобы показать вам одинаковые посадки по одной и той же схеме делаю из года в год вот восемнадцатый год вот девятнадцатый год дальше будет двадцатый год и ничего не изменится вот это вот длиннющая грядка для которой для схемы которой даже не хватает мне тетради приходится вот так вот ее разворачивать сейчас все вам подробно объясню но сначала я хочу сразу извиняюсь за качество тетрадок потому что они у рабочие я действительно и при высадке и с собой таскаю и потом когда смотрю все чисток у меня не бывает потому что это действительно настоящие рабочие тетради огородника так вот много или нет 500 томатов на одной сотке как бы сказать там за счет чего и вот сегодня вчера пришел вопрос люди интересуются какие сорта можно высаживать по такой схеме потому что некоторые действительно думают что я подбираю какие-то определенные сорта и вот за счет вот таких каких-то особенных сортов у меня получается 500 штук нет я высаживаю сюда все сорта и вот за счет рационального расположения вот таких вот схем и за счет повышенного ухода я все объясню каждый фактор отдельно расскажу удается вот так вот выращивать потому что у меня очень маленький участок я говорила там от 6 до 7 6 половиной соток что ли но где-то примерно так же как у всех садовые участки и вот даже те сорта которые в теплицах я перестала последнее время выращивать вот эти вот петруша огородник сибирская тройка клубничное дерево на улице вот в эти встроенные ряды я все равно встраиваю но к ним нужен конечно повышенный уход самое главное естественно это рациональное использование нашей драгоценной земли я живу в городской черте рядом прям недалеко в пяти минутах ходьбы от мэрии от главы от администрации ясно что у нас нет больших участков в городе невозможно по 15 по 20 соток никогда не нарезали и вот рациональное использование это что значит это значит что я использую и уплотненную посадку под вовлунку если мы посмотрим вот эту схему то мы увидим что вот идет ряд вот гряда первое вот идет ряд и вот идет ряд и тут написано вот два козанова 2 козанова и с этой стороны 2 kes himself a 2 2 сибирская шинга 2 сибирская шинга 2 южный загар 2 чудо земли Это ясно, что в каждой лунке у меня вот так вот сдвоенные Но еще Вот эта полоска обозначает, что здесь у меня дорожка В тетради места мало, конечно, я дорожки не отступаю И по идее тут должно быть вот этот ряд, там дорожка Смотрите, дорожки делаю только через 4 томата То есть, как у меня получается Вот здесь 2 томата колышек И рядом с ними через небольшое, буквально тут 20-30 см Еще 2 томата колышек Получается, что у меня 2 строчки Вот этот ряд, вот эта гряда идет 2 строчки, каждая состоит из 2 томатиков И дорожка только с этой и с этой стороны Так очень удобно обрабатывать С этой стороны подойдешь Тут можно подвязать, пропосынковать На эту дорожку зайдешь, с этой стороны подойдешь Получается вот эта вот грядка Между ними уже тогда идет тропинка 50 см Потом опять 4 томата Опять тропинка 50 см Во всех инструкциях, в рекомендациях специалистов Нам рекомендуют между каждым из этих рядов Делать расстояние 50 см То есть, если бы вы высадили ряд томатов Дорожка, ряд томатов дорожка Если бы я делала дорожки после каждого ряда Конечно, 500 томатов у меня не вошло бы И еще Я в длину делаю, стараюсь не разбивать Это поле на какие-то сектора Вот у меня есть вот этот отрезок Без всяких построек чистой земли И вот эта уплотненная посадка Подвалунка, подвалунка, подвалунка Вот это рациональное использование земли Оно, конечно, вот эти уплотненные посадки Оно увеличивает количество томатов Но тут мы должны не забывать Что при такой, вот такой уплотненной посадке Когда дорожка у нас через 4 Можно сказать, что у нас 4 строчки томатов Вот перепрыгиваем 4, потом еще 4, потом еще 4 Когда у нас через 4 томата только дорожка То обязательное условие при такой уплотненной посадке Это повышенный уход Что это значит? Что я понимаю под выражением повышенный уход? Вот это все вот эти томаты Какие бы сорта они ни были Формировать обязательно Даже те, вот я говорила Про которые написано, что условная у них формировка Можно формировать, можно не формировать Если вы их вот в эти стройные ряды впихнули Когда и тут сосед, и тут сосед То формировать обязательно Что значит формировать? Это не только вовремя посынковать То, что удалять пасынки Это само собой разумеется Кроме посынкования Прореживание второго яруса у томатов Третьего яруса По мере роста прореживания всех ярусов Те листья, которые вовнутрь Которые закрывают там что-то Друг друга перекрывают Лишние листья я всегда удаляю То есть прореживаю вот эту крону Вот этих растений Дальше уменьшаю лист Листовую пластину вот эту Я показывала в теплице, можете посмотреть Бывают листья вот такие огромные, здоровые Уменьшаю фрагментарно То есть отрезаю половину В следующий подход, когда начинаю посынковать Эту половинку совсем удаляю Все, вот эта фрагментарная обрезка Больших листьев тоже делаю И подвязка обязательно Вот я выращиваю в коловой культуре Мне очень удобно Я два растения к одному колу подтягиваю И за счет этого Вот эти два куста Создается компактность Особенно если ведешь в один ствол Вообще прекрасно Вот два ствола раз к одному колу И получается как одно растение И тогда дорожки расширяются И немножко места больше становится Так, ну если задуматься Если вот вообще Вот смотрите Вот у меня за прошлый год записи Где я начинала подсчитывать Но я тут до конца не подсчитала Я ленивки не смогла пересчитать Было очень много там томатов Но томатное поле У меня всегда неизменное количество Вот на томатном поле 522, 544 Это зависит от сорта Конечно, тут нужно более подробное рассмотрение Я не обязательно Это у меня вот здесь таблица Так нарисована Что каждая лунка Друг напротив друга Нет Те, которые крупноплодные И маленько Они по раскидистые Я делаю расстояние Через 50 сантиметров А там, где вот эти Демидов, Настенька И другие детроминантные Я делаю расстояние Через 40 сантиметров И кончаются Они немного по-разному Вот как у меня Вот так же примерно Как здесь у меня Какая-то немножко подлиннее Какая-то заканчивается короче Или здесь просто больше количества Видите, где-то 44 Где-то 46 Где-то 42 Это зависит от сорта Но вообще Если задуматься Если вот так Вообще углубиться В это количество Нам кажется, что 500 томатов На одной сутки Это очень много А давайте вспомним теплицу Вот здесь у меня Расстояние 10 на 10 примерно У меня вот такой вот квадрат Почти квадратный 10 на 10 Это 1 сотка А если мы посчитаем по теплице У меня теплица 3 на 8 Я там высаживаю Это 24 квадрата 24 квадрата Я там высаживаю 120 растений Чтобы была сотка Земли Нужно 4 таких теплицы Вот 24 метра Мы умножим на 4 Это 96 квадратных метров Получается сотка Но это я так думаю Примерно И если мы 120 растений Тоже умножим на 4 Получается 480 растений Это то же самое Что 480 Что 500 Я считаю Это вообще одинаково В таких размерах Так что 500 томатов На 1 сотке Это не так уж и много И не так уж и тесно В теплицах мы выращиваем Точно так же Вот кто высаживает По 2 в 1 лунку У кого 120 110 130 Мы так же уплотненно высаживаем А почему нельзя Тогда на улице Так высаживать Ведь на улице Условия еще более благоприятные Там же проветривание Там можно С любой стороны Подлезти к этому томату Где-то посмотреть Там обрезать лишний раз Что в теплице Это более там Они в спертом воздухе Не всегда проветривается Не всегда к задним рядам Там подлезешь Так что если углубиться И рассмотреть поподробнее Выходит что это Не так уж и много Просто мы никогда Не задумываемся Вот видео Я когда 2 года назад Первый раз выложила Рассказала Что на томатном поле Высаживаю полтысячи кустов Некоторые в ужасе Там начали писать Что затолкать можно Хоть сколько Будет ли с них урожай А вы подумайте Вы в теплице Точно так же высаживаете Ну все до свидания Это вот такие Небольшие нюансы О которых мы не задумываемся Иногда мы количество Не сравниваем Не соизмеряем Не углубляемся Кажется что 500 много А 120 на 20 квадратах Это много или мало Некоторые вот нынче Я читаю комментарии Так же как я выращивают И 140 впихивают в теплицу У меня один раз опыт был Даже 200 томатов В одной теплице 3 на 8 Сразу говорю Никому не советую Вы туда будете Вы там будете жить Там их надо и обрезать И обрезать И обрезать И они вытягиваются У них конкуренция ужасная Они стараются задавить Друг друга Сразу говорю Больше 140 томатов В одну теплицу 3 на 8 Высаживать нерентабельно Они начинают Пожирать друг друга Все до свидания Это было уже про открытый грунт Чуть позже Когда я начну высевать Для открытого грунта Я конечно расскажу Какие где высаживаю Ну сразу ясно Что с южной стороны Стараюсь высаживать Те которые немного Поменьше ростом Потом средние И самые великаны У меня вот есть Я каждую грядку называю Есть аллея великанов В прошлом году была Есть иностранный легион Есть там Называла Голубые Там где всякие Это самое Короче грядка голубых Чтобы не путаться Все до свидания Субтитры сделал DimaTorzok